Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте! И вот наша тема. Кемерово, мы с тобой. Очень больно, скорбим. Чем могли бы, могли бы. Он просто даже не знает, с чем помочь. Только можно выразить словами эту боль. Как татарстанцы скорбят вместе с кемеровчанами слова от Мухаммадуля. Торговые центры пришли проверки. Будем смотреть полностью. Что сегодня обнаружили, увидел Дмитрий Иринин. Чему добро пожаловать, а чему вход воспрещен? Дубинки, кастеты, сюрикены. Как татарстанские таможенники готовятся к чемпионату мира по футболу, узнавал Сергей Хайдаров. Угроза потопа. Все, кто в береговой зоне живет, всех коснулось. Ужасно, конечно, было. Что делают спасатели, чтобы не допустить массовых наводнений после приближающегося половодья? Об этом Рамиль Шайдолян. Татарстан скорбит со всей России. Во всех уголках республики сегодня цветы, свечи, игрушки. Жители республики присоединились к акциям памяти погибших на пожаре в Кемерово. Трагедия объединила и всех пользователей социальных сетей. Хэштеги, фотографии, слова поддержки. Буквально час назад в центре Казани появился импровизированный мемориал о боли, которая объединяет Салават Мухаммадулин. Тишина и громкое молчание. Это Ленинский сад Казани. С пяти вечера сюда идут казанцы со цветами и игрушками. А еще с воспоминаниями у импровизированного мемориала все те, кто разделяет боль утраты. Казанцам присоединился и исполняющий обязанности президента Алексей Песошин. Кемерово, мы с тобой. Сегодня не просто слова. Это были дети. Дети, которые они даже жизни не познали. Я не знаю. Никто из нас не может просто так вот сейчас представить, каково это родители, которые остались без детей. Это ужасно. Для всех родителей мы единственные. И каждый может оказаться в таком положении. И это даже не описать словами никак. Цветы и свечи в городской парк несли и нижнекамцы. В основном люди семейные. Говорят, от такой трагедии не застрахован никто. Вчера, сегодня не могу. Покое себе найти не могу. Ни за что не могу взяться. В память сегодня в Челнах в небо запустили белые шары. Как символ оборвавшейся жизни. Идут люди и в местную церковь. Детей очень жалко. Это вообще трагедия. Общая наша трагедия. Сегодня не будет постов. Я объявляю траур в своем аккаунте. Кемерово. 25 марта 2018. Скорбим. Очень больно. Скорбим. Чем могли бы, помогли бы. Но просто даже не знаю, с чем помочь. Только можно выразить словами эту боль. Непереносимая боль, конечно, в сердце. Близким, родственникам, с болезненным, большим. Но чем помочь? Память о детях останется в сердцах наших. Кемерово «Мы с тобой» – один из самых распространенных хэштегов последних двух дней. Социальные сети в свечах, цветах и фотографиях с места трагедии. Альметьевск, Нежникамск, Челны – соболезнования со всех уголков республики. По словам создателей групп в соцсетях, количество предложенных новостей увеличилось вдвое, а комментариев – тысячи. Казанцы особенно чувствительны к таким трагедиям. Мы пережили «Адмирал», пережили самолет, пережили Булгарию. Поэтому, конечно, многие очень сильно переживают, особенно те, у кого есть дети. И это огромная трагедия. И, конечно, очень много новостей. Люди предлагают очень много новостей. Поминальные службы в церквях и мечетях республики. Камиль Хазрат и митрополит Феофан выступили единым обращением. Мы обращаемся к верующим людям нашей республики с призывом вознести молитвы о тех, кому пришлось столкнуться с этой страшной болью. От имени всех верующих, православных и мусульман республики Татарстан выражаем свои искренние соболезнования. Цветы, свечи, слова поддержки, больки мировчан в эти дни разделила вся республика. Слава от Мухаммадуллин, Рабзиль Гарипов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань, Нижникамск, Челны. Сегодня на месте трагедии побывал Владимир Путин. Президент возложил цветы к мемориалу у торгового центра. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, госпитализированы 12 человек. По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в декабре 2009 погибли 156 человек. Сегодня же Владимир Путин провел в Кемерово совещание о ликвидации последствий пожара. Озвучил ряд поручений. Следственный комитет должен дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. Также президент страны отметил, что надзорные каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля за безопасностью. Жителям Кемерово Владимир Путин пообещал, что все виновные будут привлечены к ответственности. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за рогильдяйства. Как это вообще могло случиться? 28 марта в России станет днем общенационального траура. Сегодня указ подписал президент России. Траур с 27 по 29 марта ранее уже объявили в Кемеровской и Брянской областях, Приморском крае, Бурятии, Ингушетии, Якутии и в Екатеринбурге. Кто виноват в Кемеровской трагедии? Это вопрос главный, ответ на который ждут не только пострадавшие. Почему владельцы торговых центров и базаров могут сдавать площади сотням предпринимателей и зарабатывать миллионы? При этом не вкладывая ни гроша в безопасность. Почему именно после таких, как в Кемерово, трагедий проводятся массовые проверки, а потом все спускается на тормозах? Куда сегодня направились инспекторы и где раньше в республике были горящие точки? Дмитрий Аринин. Внимание! Пожарная тревога. Сработала охрана пожарная сигнализация. Такая учебная тревога стала частью проверки в казахском торговом центре Горький парк. Сюда сегодня пришли инспекторы Госпожнадзора и прокуратуры. Мы будем смотреть полностью в соответствии нормам пожарной безопасности. Сегодня проверили в каком состоянии находится система пожаротушения, эвакуационные выходы и какие знаки сигнала оповещения есть для посетителей. В принципе здесь система автоматизирована, система диспетчеризирована, все двери оборудованы автоматическими системами открывания при сработке, при пожаре. Есть система дымоудаления, в том числе и клапана и всевозможные проверки мы уже прошли на этапе ввода здания в эксплуатацию. Как сообщили раненые, нарекания на этот торговый центр не поступало. Отметим, что он открылся в конце 2016 года. Здесь разместились полсотни магазинов и несколько кафе. Посетители по-разному оценивают свою безопасность здесь. Ну страшновато, конечно. Чего бояться? Умирать здорово жалко. Не боимся, так как это не факт, что может случиться. Последние несколько лет в Татарстане практически ежегодно случались пожары в местах массового пребывания людей. В 2011 году сгорел казанский бар «Лепрекон». Четыре человека погибли, пять пострадали. Тогда, по словам свидетелей, в заведении нарушались правила противопожарной безопасности. Более 40 животных зоопарка погибли в огне универмага города Чистополь в конце 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Многие торговые центры, которые уже не первый год работают на территории республики Тарстан, куда наши специалисты, наши сотрудники выходили. Безусловно, они все наши требования знают и стараются данные требования соблюдать. Итоги сегодняшней проверки в торговом центре подведут позже. Всего же в республике с такими инспекциями намерено обойти полсотни крупных торговых центров. На это уйдет около месяца. Отметим все те точки, в которых случались крупные пожары. Это объекты с большим числом арендаторов. При этом ответственность за безопасность на владельцах здания. Дмитрий Аринин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Татарстанцы пережили трагедию, подобную Кемеровской. Страшный пожар в торговом центре «Адмирал». 13 заживо сгоревших. Четверо скончались в больницах. Сотни пострадавших. Следствие событий трехгодовалой давности велось два года на скамье подсудимых от рабочих до руководителей. О деле «Адмирала» Алина Бережная. Страшный пожар торгового центра «Адмирал». Языки пламени охватили здания на 4000 квадратных метров. Этого два раза больше, чем в Кемерово. Порядка 10 часов с огнем сражались более 70 единиц техники и больше 580 спасателей. Больше 650 человек эвакуировали. Свыше 70 пострадавших оказались в больнице. И 17 погибли. На пожаре погиб и спасатель, начальник службы пожароразрушения Сергей Костин. Свыше 600 предпринимателей понесли материальный ущерб. 12 марта было принято решение обрушить здание. Через пять дней его демонтировали. Сейчас отраги напоминают голые стены. А на месте парковки сделали площадку для учебной езды на машинах. От нарушения требований пожарной безопасности до эксплуатации здания без разрешения расследований дела по «Адмиралу» длилось два года. Сегодня официальная причина возгорания – несоблюдение техники безопасности во время ремонта крыши пристроя. Весной прошлого года дело передано в Кировский районный суд. На скамье подсудимых 12 человек от рабочих до гендиректора. Время на рассмотрение. Почему? Потому что по делу проходит 670 человек потерпевших. 400 с лишним человек проходят свидетелями. То есть это более тысячи человек, которых также необходимо допросить в суде. А вот с Алексея Семина, владельца здания торгового центра, все обвинения сняты. Данных о том, что Семин напрямую причастен к пожару, следствия нет. Данного уголовного дела при рассмотрении касаемо пожара «Адмирал» Семин не привлекался к уголовной ответственности и по данному уголовному делу не проходит. 352 тома уголовного дела и 60 заседаний за год. И это еще не конец. Суды продолжаются. Дело «Адмирала» одно из самых резонансных за всю судебную историю. В отношении 5 человек меры пресечения заключения под стражей. В отношении 6 человек меры пресечения в виде домашнего ареста. В отношении одного человека меры пресечения избранных. Обычно сравнивают с Булгарией по количеству народу и по общественному резонансу. Следующее судебное заседание назначено на 4 апреля. А тем временем земельный участок «Адмирала» выставлен на продажу за 790 миллионов рублей. Алина Бережная, Мерзаль, Шифронат Сафин, ТНВ, Казань. В Татарстане сегодня проверяют работу систем оповещения. Сегодня жители нескольких районов Казани сообщили о звуках сирен. МЧС подтвердили это проверка системы оповещения. Она будет проходить 2 дня. Организована по распоряжению премьера Алексея Песошина. Сегодня и по 28 марта текущего года по всей республике будут проходить проверки региональной, местной и локальной систем оповещения. В том числе и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации. Обнаружить запрещенные вещества в желудке человека и не пропустить пассажира со взрывчаткой. Сегодня работу таможни Казанского аэропорта увидели наши корреспонденты. Только в прошлом году через таможню прошли 900 тысяч человек. В этом году в связи с мировым мундиалем эти цифры вовсе перевалят далеко за миллион. Сергей Хайдаров о том, кому таможня даст добро. Все свои, сейчас успокойся. Волнение Герты объяснимо, и каждый день ее одновременно снимают сразу несколько камер. Всего на таможне работают 4 собаки. Одни ищут наркотики, другие взрывчатку. Изначально я покупал собаку, как на поиск наркотиков хотел. Но была команда, что нужна собака на поиск взрывчатки. Мне пришлось ее учить на взрывчатку. Интроскопы, рентген и детекторы обнаружения взрывчатки. Таможня Международного аэропорта Казань оборудована самой современной техникой. Вот, к примеру, система Кальмар достанет все и везде. Так вот кольцо, учебная закладка кольцо. Затем у нас закладка денежные знаки. Если человеческий глаз видит не все, то от рентгена не скрыть ровным счетом ничего. Причем, по словам сотрудников таможни, его излучение для людей абсолютно безопасно. И очень часто помогает выявить не только, что человек проводит снаружи, но и внутри себя. Психотропные вещества, холодное оружие и даже чучело редких животных. Чего туристы только не везут из-за границы. Но мимо этих людей в погонах ничего не пройдет. Сейчас в аэропорту работают 72 таможенника. Они же обслуживали универсиаду, водный чемпионат мира и Кубок конфедераций. Если там татарстанцам помогали коллеги со всей страны, то на футбольном мундиале все сложнее. У нас чемпионат мира проводится в нескольких городах Приволжского региона. И поэтому на этот чемпионат у таможенных органов не будет возможности привлечь должностных лиц из иных таможенных органов. Чемпионат мира по футболу изменит многое в системе таможни. Так с началом турнира начнет работу программа «Таксфри». Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Угроза потопа. Все, кто в береговой зоне живет, всех коснулось. Ужасно, конечно, было. Что делают спасатели, чтобы не допустить массовых наводнений после приближающегося половодья? Об этом Рамиль Шайдолин. Прозрачная ЖКХ. Уже будешь знать, что никакие проценты не будут они себе оставлять. Какие нововведения ждут татарстанцев в коммунальной сфере? Анна Городнова. В 2017 году объем выдачи кредитов предприятиям и населению республики вырос более чем на четверть. Об этом на совещании сообщил Алексей Писошин. Традиционно большая доля выдачи – это кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Их объем увеличился почти в полтора раза до двух триллионов рублей. В рамках встречи также обсудили вопросы незаконных финансовых операций и обозначили планы на этот год. Если по предприятиям обрабатывающих производств, в основном по производству нефти продуктов, произошел рост объема кредитовая, то в строительной отрасли среди субъектов малого и среднего предпринимательства объемы кредитовая не снизились. Вопросы реализации национального плана развития конкуренции в России в части выявления картеля обсудили сегодня в Казани. Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Галамолзин предложил механизмы взаимодействия органов государственной власти. В прошлом году антимонопольная служба республики расследовала 21 такое дело. Ни одно из них не получило продолжение в суде из-за сложности в доказательной процедуре. Сейчас ситуацию будут исправлять при тесном сотрудничестве с ФАС. Взаимодействие должно быть налажено как на нормативном уровне, так и естественно чисто на уровне специалистов, на человеческом уровне для того, чтобы взаимодействовать и постоянно повышать, так скажем, свою квалификацию. Совместные пути и способы взаимодействия между ФАС Россией и правоохранительными органами для того, чтобы повышать эффективность выявления нарушения антимонопольного законодательства, в том числе и картелей, а также мер по пресечению нарушения антимонопольного законодательства. Большая вода опасна как никогда. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Татарстане достиг рекордной отметки. 53 метра против нормальных 48. Спасатели прогнозируют подтопление в Зеленодольском, Васильево, Елабуге и Казани, где некоторые районы топят практически каждую весну. Как жители готовятся к возможному паводку этого года и что им предлагают спасатели? Об этом подробнее Рамиль Шайдулин. Если большая вода пойдет, мы вас планируем увезти отсюда. В доме Арины Заведняк вновь ждут наступление воды. Каждый год они почти в самом эпицентре потопа. Одна из причин – река Нокса. Весной 16-го она вышла из берегов прямо на улицы, а после пошла в дома и подвалы. Все, кто в береговой зоне живет, всех коснулось. Ужасно, конечно, было. В школу не ходили, на работу людям выйти вообще невозможно, потому что вот все в воде. Тогда затопило сразу 4 улицы. Люди перемещались на лодках. Пострадало 38 домов. Спасатели эвакуировали 16 человек. Именно для этого поселка потопы чуть ли не ежегодные. Последний, по словам спасателей, был в прошлом году. И теперь спасти казанцев от последствий наводнений здесь хотят двумя способами. Сначала построив мост, а после углубив русло местной реки. Только углубят Ноксу не раньше следующего года. А большую воду здесь ждут уже через неделю, как и по всему Татарстану. Потопами грозят все реки Куйбышевского водохранилища. В Казани Нокса, Меша, Свияга, в Нижнекамске Кама. Уровень воды в водохранилищах, он превышает норму где-то процентов на 30-40. Вознакаево река Ик. Из-за нее в районе может подтопить 8 деревень. А это больше 200 хозяйств и 300 человек. Для них, значит, мы предусмотрели пункты временного размещения. Это, как правило, школы, в которых уже организовано будет горячее питание. Воду в Куйбышевском водохранилище уже спускают, говорят спасатели. Риски неоправданно высоки. По их прогнозам, вода угрожает 209 населенным пунктам Татарстана. Разработан оперативный план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайную ситуацию в паводкоопасный период. План паводок как на республиканском уровне, так и в каждом муниципальном образовании Республики Татарстана. В случае бедствия места укрытия. Сегодня в Салмычах при эвакуации на готове близлежащий санаторий. Главная задача, чтобы люди знали, что они не брошены, что мы по мере возможности всегда придем на помощь. А в случае ЧАЭС выехать и в другие города. Так в Нижнекамске опасаются повторения паводка 2007 года. Специалисты переживают. Местная дамба может не выдержать большой воды. Ромель Шайдулин, Ренат Сафин, Эльвира Софиулина, Фахри Исламов, Уадгазин, Булат Шафигулин, ТНВ, Казань, Ознакаевский район, Нижнекамск. Платить за ЖКХ напрямую поставщикам смогут собственники квартир. Оплата за услуги пройдет мимо управляющих компаний. Нововведение в третьем чтении накануне одобрило Госдуму. Теперь слово за Советом Федерации. В Татарстане для этих целей создан единый республиканский расчетный центр. Как будет работать схема в республике, узнала Анна Городнова. Мы откуда знаем, что они воруют, что не воруют. Правильно ли начислили за ЖКУ? За ответом Зиляра Довлечина пришла в управляющую компанию. Доверия говорит нет. Узнав о том, что ее платежи за воду и тепло теперь будут начисляться напрямую поставщикам. Рассчитывает на прозрачность. Если они не будут там тоже прибавлять, конечно, если будут скромны. Если у нас будет какая-то выгода для нас, то, конечно, это лучше. Уже будешь знать, что никакие проценты не будут они себе оставлять. Сразу напрямую будет. Платежи не уменьшатся, а станут прозрачнее, говорят эксперты. Более 250 миллиардов рублей задлажали управляющие компании поставщикам ресурсов по всей стране. При этом собираемость платежей от жильцов более 80%. В Татарстане более 98%. Но часть средств оседает в карманах недобросовестных управляющих компаний. Вот я не выполнил какие-то жилищные услуги, не оплатил. Они снимаются коммунальных услуг у меня и перечисляют на жилищные, обеспечивая себе зарплату, поправляющих зарплату и премии. А мы с вами стали должники по коммунальному услугам. В Татарстане напрямую работать с поставщиками будет единый республиканский расчетный центр. При татаре энергосбытия существует единый расчетный центр, сегодня создан. У нас будут прямые как раз счет фактуры, унифицированные, по которым мы будем оплачивать. То есть деньги коммунальных платежей будут уходить напрямую ресурсоснабжающим организациям. Данные новые деньги конкретно я, как руководитель управляющей компании, полностью поддерживаю. Считаю правильным, когда будет прямой договор между поставщиком коммунальных услуг и потребителем. А управляющая компания будет оказывать только жилищные услуги. Принимать показания счетчиков и отвечать за качество будет УК. По новому закону проекта поставщики ресурсов смогут и разорвать отношения с управляющей компанией-дложником в одностороннем порядке. У нас была проблемная управляющая компания ключевая. Специально не платила деньги нам и водоканалу, энергосбыту. Ресурсоснабжающая организация имеет право расторгнуть договора с управляющей организацией и заключить договора с населением напрямую. Когда татарстанцы будут получать платежки единого образца и когда система заработает повсеместно во всех городах и районах республики, пока неизвестно. Законный проект одобрен в третьем чтении Госдумы, но еще находится на рассмотрении Совета Федерации. Анна Городнова, Рамзи Гарипов, ТНВ, Казань. Образование не может быть без самообразования. Развитие личности не может быть без саморазвития. Вот главные постулаты учений Валентина Андреева. Сегодня в Казанском университете прошли Андреевские чтения. Так называют научную конференцию идейным вдохновителем, который еще при жизни был сам Валентин Иванович. Одно из хобби было тем, что он увлекался пчелами. Ему они были интересны, как такие микроорганизмы с очень сложной структурой, с очень интересной. Он всегда с увлечением и читал научную литературу. Сегодня вспоминают его увлечения и работы. Каким он был человеком, педагогом, личностью. Конечно, главное наследие Валентина Андреева – его научные труды о теории саморазвития личности. Все его научные идеи первыми опробировались, наверное, на членах семьи. В общем, очень многие идеи. Одна из главных, на мой взгляд, идей, что образование должно переходить в самообразование. Воспитание – в самовоспитание. И развитие – в творческое саморазвитие личности. Валентин Андреев был последним в республике академиком Российской академии образования. Под его руководством защищено около 80 диссертаций. Он автор более 200 научных трудов. Каждая монография – фундаментальная, целостная, принципиально новое педагогическое исследование. Труды отца. Сегодня проповедуют дети, дочь и сын, оба педагоги – профессоры. Найти свое предназначение, раскрыть себя – вот это самое важное. То есть, по идее, папина концепция, она делает человека счастливым. Сегодня чтение проходит в третий раз после того, как не стала Валентина Андреева. Он сам был идейно вдохновителем этих конференций. Послушать лекцию сегодня приехали ученые со всей России. Многие из них – доктора наук, известные научные деятели, ученики Валентина Андреева. Один из них – Вячеслав Волов, единственный в России пятикратный доктор наук, говорит, обязан своими достижениями именно Валентину Андрееву. Непрерывно работал над собой. Он в год как минимум одну монографию писал. И спектр его знаний настолько был широк, это был учитель с большой буквы. Гуманность, честность и принципиальность, трудолюбие и целеустремленность – вот качества, которые отличали Валентина Андреева. Его теория о саморазвитии личности нашла подтверждение в его жизни научной и творческой. Альбина Слагараев, Мара Зайдулин, ТНБ «Казань». В шаге от триумфа в эти минуты в Казань объявляют лауреатов Республиканской театральной премии «Тантана» или «Триумф». Она присуждается за творческие достижения в области театрального искусства. В списке номинантов – Драмтеатры Челнов, Альметьевска, Камаловский театр, творческие лаборатории и 13 татарских спектаклей. На церемонии сейчас находится и мой коллега Рамиль Шайдулин. Рамиль, здравствуй. Объявили ли уже лауреатов? Да, добрый вечер, Леша. В первые минуты церемонии можно было бы, конечно, и на время забыть, что сегодня главный день татарстанских театралов. Церемония началась с минуты молчания по погибшим в Кемерово. Ну а дальше начали ведущие, которые раскрыли зрителям те номинации, в которых в этом году и представлены их любимчики. Лучшие спектакли и театры Татарстана. Это дебют, лучшая эпизодическая роль, лучшая роль мужского плана, лучшая роль женского плана. И еще восемь номинаций. Рядом с нами Гулина Мингазова в театре. Она в первый год и ее наградили в номинации дебют. Гулина, какие у тебя ощущения? Я всем на эмоциях, все дрожу, потому что это награждение для меня стимул. Я всем благодарю режиссера, потому что актеры зависят только от режиссера, мне кажется. Спасибо, Илья Сергеевич. С днем театра всех. С днем театра у вас, спасибо. Словом, вот бывает и так, как нам рассказали организаторы, в этом году они старались не отходить от традиционных канонов Тантаны. И оформление, а также общую концепцию этого мероприятия выдержали в традиционном стиле. И большее внимание уделили содержанию. На этом пока у меня все. Алексей. Спасибо, Рамиль. Это было включение с церемонии вручения театральной премии Тантана. Тантана. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о спорте, о погоде. Я прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21.30. До встречи. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Хоккеисты Акбарса продолжают подготовку к финальной серии Восточной конференции. Команда провела открытую для СМИ тренировку. Занятия проходят без особых нагрузок. В плей-офф, как правило, игрокам дает больше времени на отдых и восстановление. Основную долю эмоций и физических перегрузок хоккеисты получают во время продолжительной серии. У Акбарса для подготовки к финалу будет ровно неделя. Все игроки в строю. Серия с Металлургом завершилась в пяти матчах. Соперникам в этом плане придется немного тяжелее. При любом раскладе Акбарс начнет серию дома в Татнефтьарения. Дебютные матчи финала Восточной конференции запланированы на 30 марта и 1 апреля. У обе команды непростые. У каждой команды свое. Не случайно не играть в седьмую игру. Поэтому мы готовимся. Сегодня мы узнаем, что будет. Казанский Уникс на выезде переиграл подмосковные Химки. Казанцы подошли к заключительному игровому отрезку с преимуществом плюс 16. Однако Химкам удался мощный ревок. Но в концовке за пять секунд до финальной сирены Егор Вяльцев промахнулся из-за дуги, что не позволило Химкам перевести матч в овертайм. Итоговый счет встречи 83-80 в пользу Уникса. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 21-очку. 2 апреля в Москве казанцы сыграют с ЦСКА. И это будет матч за первое место. И в завершение новости парусного спорта. Сборная Татарстана отправится в Сочи на первый этап национальной парусной лиги. Команда будет выступать под названием «Химград-Казань». Участникам предоставят современные спортивные крейсерские яхты G-70 длиной 7 метров и шириной 2 с небольшим метра. В этом году Лига начинает свой четвертый полный сезон, который станет самым массовым за всю историю проекта. Планируется, что участникам высшего дивизиона станут 27 экипажей со всей страны. А в премьер-дивизионе выступят 24 команды. Отдых на воде и в том числе парусный спорт активно развивается. Он не только профессиональный, но и любительский. И вы знаете, что большое количество регат проводится, в том числе и бизнес-регат. Поэтому мы работаем в сегменте с предпринимательством, связанной определенной надеждой по продвижению нашего бренда. И это все новости о спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok